привет друзья посмотрите как моя лавандочка подросла вот эти вот сверненькие это все новый прирост видите вот какой большой новый прирост веточки молоденькие и только затронешь такой запах лаванды обалденный просто красивый лазончик я бы его прямо поставила все этому кровати если бы асенька моя не быстренько бы его наверное съела надо кстати проверить будет ли на ее есть она очень ароматная скорее всего такое ароматное наверное котики не любят есть мне так кажется так на улице марахи дождик но я все-таки собираюсь чтобы потихоньку сходить в аптеку и докупить уколы это самое вчера то мне написала подписчица танюша посоветовала посмотреть один медицинский влог короче говоря я посмотрела зашла почитала но я и сама раньше знала что ни в коем случае боль терпеть нельзя потому что там короче говоря все это накапливается накапливается это очень вредно для здоровья поэтому надо что-то предпринимать и поэтому я сначала думала запишусь к неврологу и поеду но потом передумала очень проблематично ступеньки заползти в электричку будет сложно выйти тоже это сразу может но отдается такой жуткой болью я еле сегодня даже помыла волосы потом не могла разогнуться поэтому пойду еще куплю три укола и это самое и ну когда ровненько идти не наклоняться то ну так вот как-то устаканить устаканить ходьбу это да нормально можно идти спокойно вот ходьба болью большой не отдается спине так вот так что пойду докуплю уколы сегодня я сделала укол у меня было их только два и короче говоря тут появились у нас прям евроопте наверху аптека есть и есть здесь три укола короче говоря пойду схожу что я вам еще хотел сказать а саша приедет выходные длинные про дарсон валит мне еще и потом уже если что с сашей поеду на машине вместе с коса сенькой своей поедем путешествовать и там уже будем лечиться пойдем к врачу пойдем на мрт скорее всего у меня уже было как-то направление но я не сходила наверно отпустила попустила или времени не было ну как обычно это ж кто глядит на здоровье все работа работа самая важная работа да тогда наверное я была на работе надо было работать за которую потом никто не спасибо не сказал еще и копеечную пенсию получил за то что всю жизнь тягала и работала так что он такие вот дела друзья что-то по дороге увижу интересненько то буду вам обязательно показывать сейчас буду потихоньку собираться надо аккуратненько одеться аккуратненько все собраться чтобы не как говорится не спровоцировать такой адский приступ например когда вот нагнулась и потом тяжело разогнуться поэтому надо как-то потихоньку собраться и пойти так собралась я по запчастям и иду на улице хорошо где-то так градусов 8 9 наверно около 10 поскольку градусник у меня такой себе но сильного ветра нет ветерок есть но не холодный такой но не ледяной а более-менее наш переулок наша улица вот этот очень красивый домик был такой же когда-то деревянненький как у меня даже меньше моего хозяин видите как красиво сделал кирпичики вот эти красные я даже не знаю сам ли он это все сделал может и сам такой толковый хотя и учитель музыкальной школы разные сорта винограда море море всяких красота так что потихоньку чапаю пошел дождь одела капюшон хорошо что не сильно большой но какие-то очень редкие достаю зонтик потерялась где-то эта кнопка которую нажимать приду посмотрю дома может она дома упала может сумки у меня тут если упала в коридоре когда мы сел на вешалке то уже все наверно пылесосом и 10 раз убрали непонятно чего это она вывалилась вот такая хорошая была основательная кнопка а сейчас там дырочка вместо кнопки наверно можно чем-то там нажать там какая-то штучка есть ладно уже дойду домой как-нибудь не сахарная капюшон надела что вот видите как его и написано дождик так и пошел дождик купила себе лекарства и иду домой распохозилась конечно обалдеть гляньте даже еще по зацветал обалдеть просто комары он какие здоровые повлазили что ли еще не будет холодно понятно о мошки мошки толкутся значит будет тепло что вы думаете какое у меня состояние сердце кровью обливается что можно было все сделать все закончить все работы все пережить все перекопать все убрать такую прекрасную погоду кстати потеплела очень даже потому что я даже уже вспотела пока дошла до дома очень потеплела не знаю завтра на сегодня очень тепло и розочки мои видите балдеют и хризантемки балдеют тоже сейчас пойдем глянем сколько там на радостнике ну да где-то градусов 10 будет обалдеть просто сегодня что у нас 31 октября это да еще бы петунья тела тела вон на ней даже бутончики есть которые вот-вот бы раскрылись если было бы тепло я ее не вырвала здесь вот она тут и балдеет на солнышке красота вон цыплятки люди как подросли эти бастюки как она говорит то есть курица нанесла яйца сама села и они еще успели вырасти она боялась красавцы какие выходят хорошенькие красота красота травка зелененькая подрастает по чуть-чуть вот если сегодня к вечеру просохла сейчас они от дождя прошел какой просох не было не просох на какой-то день чтоб сухой был к вечеру просохла там за теплицей все-таки скосить траву надо было бы покажу пуль она все-таки там подросла хорошо если она так будет зимовать наверно не очень хорошо надо кстати сейчас почитать поинтересоваться как это вон смотрите какая она хорошенькая у меня густенькая зелененькая там почему-то по краю можно потом что-нибудь еще вырезать надо вырвать траву бы желательно вот как красиво тут у меня получилось но не знаю мокру не будешь косить потому что три беру сразу будет кирпиком и так у меня уже что-то притормаживает подтормаживает надо наверно на зиму какое-то обслуживание делать надо почитать посмотреть может саша приедет и сделать обслуживание всем косилкам он все говорю ну какое обслуживание нам это типа нож электрическая механика кажется всем косилкам нужного обслуживания где-то что-то смазывает где-то что-то там это что-то делать надо во всем разбираться так что все иду домой главное не забыть что надо с правой ноги а не с левой ползти на крыльцо чтобы ничего не заклинило так ну что добралась до своих ниток раз ничего не делаю сидит и вязать можно вот такие вот у меня есть ниточки красивые три моточка осталось не знаю на что тут их может хватить а я вспомнилаешь себе вязала такие не длинные носки прошлом году точно я думаю что из них делала уже не помню а вот из таких фиолетовых у меня подушечка тоже непонятно сколько их тут осталось короче говоря короче мне нужно еще одна фиолетовая подушка это точно а потом еще одна лимонная подушка а если не хватит что меня есть посмотрите вот такие ярко-желтые даже такие по плотнее по моему чем эти ведь это я две нитки две нитки делаю поэтому сейчас тут разберусь посмотрю покомбинирую подумаю обдумаю что мне тут что мне тут придумать и что мне тут начать делать интересненько или подушечку или тапочки вам друзья желаю крепкого здоровья хорошего настроения успехов во всех ваших делах всем пока